Госсекретарь США Джон Керри Госсекретарь США Джон Керри В Швейцарии откроется самый длинный тоннель в мире. Сейчас путепровод, проложенный под Альпийской грядой, проходит испытание. Его длина – 57 километров. Он обогнал почти на 3,5 километра японский Сайкан. Тоннель проходит под массивом Готхард, включая гору Пицфадгира высотой 2,5 километра. Завершается он у границы с Италией. «Уже в 14 веке люди путешествовали с севера на юг через Готхард. На груженных ослах путь из Базеля до итальянской границы занимал почти неделю. Теперь же мы сократили время путешествия до нескольких часов. Это очень впечатляет». Стоимость проекта – 10 миллиардов долларов. В будущем этот тоннель поможет объединить системы скоростных поездов Европы. Для прокладки тоннеля инженеры использовали огромную буровую установку. В октябре 2010 года она пробила последний отрезок пути под швейцарскими Альпами. Причем работала с ювелирной точностью. Отклонения по горизонтали не превышали 8 сантиметров, а по вертикали – один. По тоннелю будут ходить как пассажирский, так и грузовой транспорт. Цель – разгрузить альпийские трассы. Ранее поступало много жалоб на то, что тяжелые фуры портят умиротворенные альпийские пейзажи, уничтожают редкие растения и животных, а также вносят свой вклад в процесс эрозии. Ежегодно около миллиона 200 тысяч грузовиков из разных стран проезжают через горные районы Швейцарии. Вместо того, чтобы перекрыть путь, швейцарцы решили перенести доставку грузов на рельсы и под землю, сохранив тем самым драгоценную природу. Мы, швейцарцы, живем близко к природе. Природа – это неотъемлемая наша часть. То, из чего мы состоим и то, на чем держится туристическая индустрия Швейцарии. Построив тоннель, мы сможем переместить грузовики с дорог на рельсы и защитить горы. В ходе строительства тоннелей из-под земли вывезли больше 28 миллионов тонн горной породы. На установку железнодорожной системы ушло 4 года. С прошлого октября эксперты проводили испытания, проезжая по тоннелю со скоростью более 270 километров в час. В курортном австралийском городке Батмансбэй в штате Новый Южный Уэльс ввели чрезвычайное положение. Всему виной – десятки тысяч летучих лисиц, которые буквально оккупировали местность. «Каждое утро я вынужден мыть свою машину. По-моему, это стихийное бедствие. Бедствие для жителей флоры и фауны». Летущие лисицы основали здесь колонию еще несколько лет назад. Но в этом году число животных утроилось, и жизнь здесь людям стала невыносима. Постоянный шум, издаваемый животными, и следы жизнедеятельности. Власть штата выделила на решение проблемы 2,5 миллиона долларов. Но вопрос о том, как это сделать, остается открытым. Уничтожать лисиц нельзя, они являются уязвимым родом. Подобная ситуация в Австралии возникает не впервые. Три года назад летущие мыши оккупировали другой австралийский город. Тогда власть провела целую спецоперацию по их выдворению, задействовала вертолеты, использовала громкие звуки и прочее.